Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первое видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписаны, рекомендуем это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала обо всем, что касается выбора и приобретения поддержанных автомобилей, в том числе и обзора на машины, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. К числу наиболее продаваемых типов кузова по автомобилям в компании RDM Import, помимо очевидного, то есть кроссоверов высоких универсалов, относятся и просто универсалы, в том числе и бюджетного сегмента – праворульные, привозные, беспробеговые из Японии. Конечно, в основной своей массе это популярные модели, такие как Toyota Corolla Fielder, или, например, Honda Fit Shuttle, или просто Shuttle для более современной генерации, но попадаются и более экзотические экземпляры. Об одном из таких автомобилей мы вам сегодня и расскажем. Без долгих предисловий встречайте. Peugeot 308 в кузове «Универсал», второе поколение кузов Т9. Peugeot 308 в кузове Т9 появился в 2014 году. Этот автомобиль продолжал выпускаться по 2022 год, пройдя через рестайлинг в 2017. На российском рынке машины в таком кузове пока еще не слишком популярны, но вот на родном европейском или даже на японском рынке ситуация несколько отличается. Что касается гаммы агрегатов, то на рынок Японии, например, эти автомобили поставлялись с одним-единственным бензиновым и двумя дизельными двигателями. Бензиновый мотор объемом 1,2 литра с турбонаддувом выдавал 131 лошадиную силу. Дизельные двигатели имели объем 1,6 и 2 литра, а мощность 120 и 180 лошадей. Соответственно, праворульные версии комплектовались только автоматическими коробками, причем это были классические автоматы и имели только передний привод. Наш сегодняшний экземпляр – автомобиль для японского рынка, соответственно, с правосторонним расположением рулевого управления. Под капотом бензиновый двигатель 1,2 литра, 131 лошадиная сила, автоматическая шестиступенчатая коробка передач, передний привод и кузов универсал. Машина 2015 года выпуска, а пробег по Японии 64 тысячи километров. При взгляде со стороны этот симпатичный универсал не кажется особо большим, но, тем не менее, габаритные размеры машины вполне взрослые. Длина автомобиля 4 метра 58 сантиметров, ширина 1,80 метра, а высота 1,45 метра. При этом колесная база этого универсала 2 метра 73 сантиметра, что идентично моделям бизнес-класса начала 90-х годов. При этом автомобиль нельзя назвать тяжелым, снаряженная масса всего 1320 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то показания толщиномера для родной краски будут лежать в диапазоне от 90 до 130 микрон. Как на этом экземпляре. Кстати, собирались эти автомобили только во Франции. Обзор внутреннего убранства автомобиля, конечно, начнем с багажника. Тем более, что кузов универсал – это прежде всего про практичность. Доступ в багажное отделение нам открывает довольно увесистая пятая дверь. Проем здесь большой, и багажник визуально тоже весьма немаленький. Ширина проема по средней его части – это 107 сантиметров. А полезная длина при поднятых спинках задних сидений – метр 0,7. Непривычно выглядит здесь и сама форма багажного отделения. Оно абсолютно прямое. То есть здесь нет ярко выраженных колесных арок, выступающих внутрь. Ширина по всему багажному отделению – метр 8 сантиметров. Длина багажника проявляется также и в том, что за полкой приходится тянуться. Причем достаточно далеко. Что неполне привычно. Ну, а если вам надо увести длинный и габаритный груз, вы можете сложить спинки заднего сидения. Причем сделать это можно и непосредственно из багажника. В этом случае длина багажного отделения у вас значительно возрастет. Где-то до 1 метра 90 сантиметров. Ну, а если груз очень длинный и вы будете проталкивать его вперед к передней панели, то по итогу вы увезете здесь нечто длиной до 2 метров 60 сантиметров. Что очень даже впечатляющий показатель. Что касается убранства багажника. Первое, на что обращаешь внимание, это на то, что большая его часть здесь отделана ворсовым материалом. Причем он достаточно мягкий на ощупь и чем-то напоминает домашний палас. Это без шуток. Сбоку на полу у нас присутствуют рейлинги, по которым могут передвигаться крепления для груза. Крючки своего рода. Справа и слева в багажнике есть небольшие ниши, куда можно что-то положить. Например, тряпочки, ветош или какие-то некрупные емкости. Наподобие бутылочки распрыскивателя для мытья стекол. Под фальшполом, который поднимается при помощи удобной хромированной ручки, которая весьма солидно сидит в руке, мы видим пенопластовую емкость, отформованную под разного рода мелочевку, под которой у нас есть докатка, внутри которой уже в свою очередь сложен штатный инструмент. Домкрат, петля и баллонник. Ну, а из дополнительных удобств в багажнике, разве что плафон освещения по левой стороне. Ну, а теперь про салон. Что касается посадки. Первое, на что обращаешь внимание, попадая сюда, это профиль сидений. Лично мне он очень нравится. Сидения здесь имеют ярко выраженную боковую поддержку, как на спинке, так и на подушке. И очень плотно, надежно фиксируют тело. Руль в данном случае имеет кожаную отделку. Причем диаметр руля здесь очень маленький. Настолько маленький, что это даже немножко непривычно. Если у кого-то из вас был опыт игры, видеоигры гоночного толка с рулем-джойстиком, то вот это что-то очень сильно похожее по диаметру. По крайней мере, после большинства современных автомобилей, этот руль действительно выглядит миниатюрным. Но при этом имеет очень удобный профиль и плоскую нижнюю часть, как на спортивных автомобилях. Кстати, рулевая колонка здесь имеет регулировку как по наклону, так и по вылету. Причем диапазон этой самой регулировки здесь на самом деле очень большой. Поэтому подобрать удобную посадку за рулем, скорее всего, здесь получится у практически любого водителя. По крайней мере, мне с моим ростом 1,86 м, это удалось сделать достаточно быстро. Диапазон регулировки водительского сидения здесь также достаточно большой. Даже не опуская вниз до упора сидения, я уже могу вытянуть левую ногу в колене до прямого положения, и при этом едва-едва доставать пол салона. Также здесь, само собой, есть и регулировка кресла по высоте. Причем диапазон этой самой регулировки также достаточно хороший, что, опять же, позволит с комфортом устроиться практически любой комплекции водителю. Единственная фи, которая можно высказать регулировки сидения в плане эргономики, это то, что наклон спинки здесь регулируется вращающейся круглой ручкой, подобно тому, как это происходит, например, на кроссоверах Hyundai X35, Kia Sportage, или как это было на Volga 2410. Такая регулировка, на мой взгляд, гораздо более энергозатратная и не очень удобная по сравнению с классическим потянул-наклонил. Но, опять же, это дело вкуса. По части упора для локтей ситуация на самом деле странная. На дверной карте есть подлокотник с достаточно удобной ручкой, но в обычном положении кресла, если я сижу так, как удобно мне, я локтем вообще на него не попадаю, поскольку мой локоть в данном случае оказывается рядом со средней стойкой кузова, а вовсе не с дверью. Зато подлокотник под левой рукой, в принципе, здесь на месте. Что касается самой формы панели и отделки салона. Материал, из которого выполнена верхняя часть панели, здесь очень мягкий, податливый и весьма приятный на ощупь. Ну и, кстати, на вид. Нижняя часть выглядит похоже по текстуре, но здесь пластик уже куда более жесткий. Сидения в нашем случае тканевые, причем ткань это по-европейски грубая, такая практичная и должна, по крайней мере, в теории быть крайне износостойкой. Как оно будет на практике, покажет время. Что касается эргономики, то в данном случае просчет один-единственный. И то вряд ли это просчет, просто кто-то поленился внести некоторые конструктивные изменения. Несмотря на то, что автомобиль у нас с правосторонним расположением рулевого управления, фары и поворотники у нас находятся на левом подрулевом переключателе, а управление стеклоочистителями на правом. Подобную картину могли наблюдать те, кому в свое время посчастливилось поездить, например, на праворульных мерседесах, где конфигурация подрулевых переключателей также не претерпевала изменений в зависимости от перемещения рулевого управления. Ну а те из вас, кому в свое время посчастливилось иметь дело с ландровером-фрилендером первой генерации, либо, как вариант, с мини-купером, опять же, первой генерации без труда найдут в этом автомобиле ручку открывания капота в ногах пассажира. В остальном, в плане эргономики, претензий здесь нет. Приборная панель не то, что не перегружена клавишами, она выглядит как-то непривычно пустоватой. Под правой рукой у нас блок управления стеклоподъемниками, зеркалами и центральным замком. Право на самой панели под дефлектором вентиляции, кнопка включения-выключения системы стабилизации и кнопка включения-выключения экономичного режима работы автомобиля. Подрулевые лепестки для переключения передач в спортивном режиме тоже расположены, в принципе, там, где надо. Они никак не мешают работать с подрулевыми переключателями, но при этом находятся под рукой. На самом рулевом колесе четко под большими пальцами находятся клавиши регулировки громкости, выбора источника звука для аудиосистемы, переключения каналов, а также клавиши управления подключенным по Bluetooth телефоном. На центральной консоли внизу клавиши центрального замка, оттаивание лобового стекла, подогрев заднего стекла, режим рециркуляции и клавиши регулировки громкости аудиосистемы. По центру приборной панели внизу 12-вольтовая розетка, USB-разъем и вход для AUX. За селектором автоматической коробки передач, которые в данном случае имеют ход формы лесенки, присутствуют клавиши включения зимнего режима работы трансмиссии, клавиши запуска остановки двигателя, клавиши активации спортивного режима, а также электронный стояночный тормоз. Сверху на консоли мы наблюдаем клавишу включения-выключения света, а также клавишу привода электрифицированной шторки панорамной крыши. Кстати, сама панорамная крыша на этом автомобиле крайне уместна. И так немаленькая машина благодаря этой опции обретает некий внутренний визуальный объем, хотя расстояние от головы до крыши в данном случае не сказать, что беспредельно огромное, но тем не менее ощущение простора тут присутствует. То касается мест для хранения и разного рода ниш. В центральной консоли у нас есть небольшой бокс, куда можно положить, например, диск. По объему он на самом деле достаточно скромный, и кроме пары компакт-дисков и, может быть, каких-нибудь салфеток, вы вряд ли что-то сюда уместите. Также здесь присутствует дополнительный бардачок, внутри которого спрятан крайне интересные формы подстаканник, правда, только на один стакан или на одну бутылочку. И присутствует, конечно же, штатный бардачок, причем весьма оригинальные формы. Он здесь, если можно так выразиться, продольный. Ну и внизу дверных карт у нас есть не очень длинные, зато достаточно широкие ниши, куда можно положить, опять же, небольшую бутылку с напитком, либо насыпать чего-нибудь более полезного. А также у водителя, причем в абсолютно слепой зоне, внизу находится небольшой карман-полочка, куда также можно сложить что-то не громоздкое и не тяжелое. Сама приборная панель здесь довольно-таки оригинальные формы. У нас посредине большой дисплей бортового компьютера и шкалы, разнесенные по краям. Приборов здесь 4 штуки, температура, уровень топлива в баке, спидометр, тахометр. Все по классике. Единственный непривычный момент – это стрелки приборов, которые смотрят здесь в разные стороны. Что касается обзорности, зеркала в данном случае имеют большую площадь, и, несмотря на зауженную форму, удобны и информативны. По части обзора вперед также вопросов нет, на самом деле, несмотря на довольно широкие стойки. Хотя при нормальной регулировке сидения капот на этом автомобиле всегда будет оставаться для вас невидимкой. Ну, а в плане обзора назад, здесь помимо того, что это универсал, который заканчивается сразу за задним стеклом, нам в помощь парктроники и камера заднего вида, причем с динамическим отображением в траектории движения автомобиля. Так что проблем с парковкой на этой машине вы испытывать не должны. Ну, а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем сидении. Ну, а теперь про заднее сидение. В данном случае я сижу сам за собой, мой рост метр восемьдесят шесть, и места для ног мне, конечно, здесь не очень много. Ситуацию слегка поправляет то, что форма сидения имеет выштамповку, куда можно спрятать колени. Причем в данном случае оно абсолютно мягкое, никаких выступающих и упирающихся вам в ноги частей каркаса здесь нет. Подушка заднего сидения в данном случае находится значительно выше, чем сидение переднего ряда, и при этом абсолютно плоское, отформованное под трех пассажиров. Но на полу под ногами будет тоннель. Не очень высокий, но все же он присутствует. Для задних пассажиров также у нас предусмотрен подлокотник, причем достаточно широкий, с двумя подстаканниками. Также есть возможность открыть в сидении лючок для длинномеров, соответственно. Увести, например, лыжи, и при этом двух пассажиров сзади. Так что здесь все, в принципе, довольно неплохо продумано. Под правой рукой у нас будет также подлокотник в дверной карте с кнопкой стеклоподъемника, собственная ручка и довольно интересно выполненный плафон освещения. Правда, чтобы он начал работать, нам надо включить зажигание. Также к услугам задних пассажиров в данном случае очень маленький ящичек, напоминающий пепельницу, но при этом имеющий отделку сугубо пластиком и резиновый коврик внизу. Предназначение его тайно покрытое мраком, но, скорее всего, эту маленькую емкость можно использовать в качестве своего рода урны. Если бы водитель был ростом чуть-чуть пониже, и переднее сидение было бы сдвинуто дальше вперед, и места для коленей в данном случае стало бы больше, то, по большому счету, вертикальная посадка и нерегулируемый угол наклона спинки в любом случае не дали бы возможности получить больше пространства над головой, которая здесь, опять же, не очень глобальная, можно сказать, что и небольшое, но панорамная крыша скрадывает эффект давления сверху. Силовая установка под капотом этого автомобиля, бензиновый двигатель объемом 1,2 литра, мощностью 131 лошадиная сила и с крутящим моментом 230 ньютон-метров. Маркировка этого мотора EB2 DTS. Этот двигатель достаточно современный, появился он в 2014 году, но мотор очень распространенный и ставился очень много куда. Помимо целой плеяды моделей Peugeot и Citroёn, этот мотор можно обнаружить под капотом таких автомобилей, как, например, Opel Corsus 2019 года или Opel Grandland, или даже Mokka, опять же, актуальной современной нынешней генерации. По своему конструктиву этот мотор достаточно технически сложен, но, парадокс, двигатель получился довольно надежным по этому параметру, даже превосходя атмосферного предшественника мотора серии Prince. Здесь рядная компоновка, три цилиндра, два верхних распредвала, фазовращателя на впуске и на выпуске. Гидрокомпенсаторов нет, зато есть непосредственный впрыск топлива с ТНВД и форсунками высокого давления. Мощности данному силовому агрегату придает турбонагнетатель. Производитель Гарретт, а привод ГРМ в данном случае ременной. Данный двигатель относится к экологическому классу Евро-6. Довольно немаленький универсал с этим скромным по объему двигателем разгоняется до первой сотни километров за 9,1-9,6 секунды в зависимости от коробки передач, что очень и очень неплохой показатель, особенно с учетом того, что цифры расхода топлива на этих двигателях также не превышают 7 литров на 100 километров пробега в городском цикле. Расход по трассе и того меньше в районе 4,5-5 литров на сотню. Заявленный производителем ресурс данной силовой установки это около 250 тысяч километров пробега. Объем заливаемого масла довольно-таки небольшой, 3,5 литра самого масла вязкостью 0,5 в 30. И естественно, будучи прямовпрысковым и оборудованным турбонаддувом, этот двигатель требует высокооктанового бензина. Минимум 95-го, лучше 98-го. Что касается характерных для данного двигателя проблем и конструктивных недочетов, то, пожалуй, кроме появления на самых ранних моторах первых серий выпуска осевого люфта на клапанах, которые со временем производитель победил, можно отметить разве что два момента. Первое, это нагарообразование. Как и на любом другом двигателе с непосредственным впрыском топлива, на данных силовых агрегатах клапана имеют свойство со временем обрастать нагаром. Соответственно, на больших пробегах вполне может понадобиться и механическая очистка клапанного механизма. Чтобы этого не произошло, следите за тем, какое масло вы сюда заливаете, оно должно быть качественным, и сами интервалы его замены, конечно, недопустимо доводить до огромных цифр типа 10-15 тысяч километров пробега. Замену масла на турбомоторах желательно осуществлять на пробеге 5-6 тысяч. Будучи новыми, эти двигатели не были склонны к потреблению масла на угар, но некоторые владельцы отмечали появление масляного аппетита, правда, не сказать, что очень большого на пробегах свыше 120 тысяч километров. И последний момент, связанный с механизмом ГРМ, вернее, с его ремнем. Дело в том, что по странной конструкторской прихоти на данном двигателе ремень ГРМ разместили не условно снаружи двигателя, где от масляных паров его обычно защищают сальники распределительного вала и передний сальник коленчатого вала, а непосредственно внутри, подобно тому, как размещаются цепи газораспределительного механизма. Соответственно, ремень находится в масляном тумане. И, соответственно, по мере эксплуатации, по мере того, как ремень будет изнашиваться и растрескиваться, его частички будут осыпаться у вас непосредственно вниз, в поддон. И со временем подобное попустительское отношение может привести к тому, что останки ремня ГРМ могут и забить маслоканалы. Как показывает опыт владельцев автомобилей с подобным двигателем, оптимальная цифра для замены ремня ГРМ здесь это где-то около 90 тысяч километров пробега, когда ремень еще не начинает разрушаться. В остальном, повторимся, при должном обслуживании этот двигатель достаточно хорош, тяговит, экономичен и он не проблемный, как показывают многочисленные ресурсные тесты подобных автомобилей. В паре с ним, кстати говоря, работает классическая автоматическая коробка передач на 6 ступеней производитель i-SIM, то есть коробка здесь стоит японская. Она в меру скорострельная, достаточно плавная и опять же не проблемная. Замену масла в автомате желательно осуществлять раз в 60 тысяч километров пробега. Ну и перед тем, как посмотреть на этот автомобиль снизу на подъемнике, давайте пробежимся по показателям дорожного просвета в разных точках. По каталогу клиренс этой машины 120 миллиметров и это действительно соответствует истине. Низшая точка в данном случае это пластиковая защита моторного отсека снизу, под ней действительно 12 сантиметров, но при этом бампера находятся повыше этой отметки и значительно. Передний бампер передним краем находится в 17 сантиметрах от поверхности земли, задний край бампера также 17, то есть здесь нет никакого скоса наклона, чуть выступающий на сантиметр грязезащитный фартук. До порога за передним колесом у нас 16 сантиметров, задняя часть автомобиля повыше 18 сантиметров под порогом и под задним бампером 24 сантиметра. Причем самое интересное, у этого автомобиля нет выступающих частей выхлопной системы снизу, то есть 24 сантиметра здесь, это реально низшая точка задней части. Труба в данном случае у нас спрятана внутрь бампера, а глушитель вообще находится в пределах оси автомобиля. Соответственно, зацепиться элементами выпускной системы у вас по идее никак не должно получиться. Интересное решение, поэтому задним ходом к поребрику паркуйтесь смело, можно даже с разгона. Ну, а что можно сказать про ходовую часть и вообще вид этого автомобиля снизу. Первое, что стоит отметить, это полное отсутствие каких бы то ни было следов коррозии на кузове, несмотря на то, что автомобиль это 2016 года, сохранился он весьма и весьма неплохо. Впрочем, на машинах, привеземых из Японии, это явление достаточно часто встречающееся. А вот, что стоит отметить, как интересный факт, это наличие болтового соединения, нижней шаровой опоры с рычагом. То есть, по идее, поменять этот узел вы здесь можете, не меняя весь рычаг в сборе. Передняя подвеска на этом автомобиле выполнена по схеме Макферсом, ну а рейка в данном случае у нас электрическая. А вот, что касается, например, стабилизатора поперечной устойчивости, который здесь находится, мало того, что на подрамнике, так еще и ближе к передней части автомобиля, то есть, стойка стабилизатора висит у нас перед рычагом, а не за ним, то с доступом к ним, конечно, будут определенные заморочки. И для обслуживания стабилизатора, скорее всего, его, конечно, придется демонтировать и опускать подрамник, что, впрочем, приходится делать и на достаточно большом количестве моделей Nissan, причем гораздо более старых годов выпуска. В задней части автомобиля среди огромного количества пластиковых защит и теплозащитных экранов мы видим 52-литровый топливный бак. Кстати, весьма неплохая емкость для автомобиля с таким расходом топлива, таким это небольшим, имеется в виду. По части конструктива задней подвески здесь у нас балка, подвеска здесь зависимая, есть сайленблоки балки, сайленблоки на амортизаторах. Но, помимо этого, стоит также отметить и интересный момент. На этом автомобиле в задней подвеске амортизатор стоит не внутри пружины, а отдельно от нее. Соответственно, это должно упрощать замену этих компонентов по отдельности. Здесь же мы видим электропривод стояночного тормоза. Кстати, тормоза на Peugeot 308 в данном случае в круг дисковые, никаких барабанов ручника здесь нет. Ну и также в задней части автомобиля мы видим практически соосную оси задних колес, банку глушителя подвешенную поперек. Таким мы увидели сегодня Peugeot 308 второй генерации в кузове универсал без пробега по России. Надеемся, после нашего сегодняшнего обзора у вас появилось общее представление о том, что же такое этот автомобиль. Если у вас был или есть Peugeot 308 в подобном кузове, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, вам есть чем нас дополнить и чем нас поправить, обязательно укажите все это в комментариях, так как людям, которые задумались о покупке подобного автомобиля, именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну а если представленный сегодня наш подъемник и экземпляр показался вам интересным, то всю интересующую вас информацию по конкретной машине, включая наличие и стоимость, вы можете уточнить, воспользовавшись контактными данными под этим видео. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока.